всем привет продолжаем играть фоллаут и немного размышлять или говорить о чем-то ну и сегодня попробуем я попробую так давайте загружу рассказать историю фоллаута от одного из создателей этой игры и этот этого создателя зовут скотт кэмпбелл он является одним из создателя первого фоллаута он работал над сюжетом придумывал игровой мир и писал ряд важных не игровых персонажей которых можно встретить в пустоши которых можно встретить пустоши так кто это это я давайте я сейчас возьму какой-то квест сейчас я сбегаю ну не знаю как мне получится одновременно и играть и рассказывать но думаю как тогда получится так сейчас я сбегаю 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 куда так дети метушатся потом они вырастут станут рейдерами будут храбить корованы так где-то где-то был лекарь вроде бы у него что-то можно было взять на самом деле можно брать какие-то квесты у всех кто более-менее чем-то разговаривать так а чё это лежит это кровать она так разно чё тут чудо у меня тут есть о пробо яда скорпиона дай мне на хвостовой мешочек я отравлен вот возьми бесплатный образец о 250 единиц опыта за помощь приготовлении противоядия так хорошо так а мне надо как-то как-то наверно вылечиться я где-то где-то ранен или а вот отравление вот написано отравление значить надо вылечиться а вылечиться с помощью чего чё это такое это камень зачем нам пригодится барлин ну давайте-ка я вылечусь или аптечку использовать или чемоданчик не так ничего не получается давайте я возьму в руку чемоданчики попробуй на себе использовать и что блин я до сих пор отравлен ладно давай-ка я еще к нему подойду вот возьми бесплатный образец а где он где-то без а вот противоядие боли о я понял значит надо надо ему уже поздно утро окей он тут некоторые персонажи до работают с утра ну только в дневное время так купим 217 что мы можем ему предложить вот это 20 барлин все 420 не одно обратно 220 но пойдет предложить все купил я у него два стимулятора по чем ножики он принимает по 40 ну давай тут вот так вот 40 готова предложить есть так 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 расскажи о нет 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 готова да кстати это расскажи он иногда есть такая штука там можно написать расскажи о чем ну и типа это называть там пасхальными яйцами или еще чуть-чуть что то такое но я делать этого не буду слишком долго сейчас я посмотрю что у меня за стоит состояние кого я стал остановить рад скорпионов есть и там по идее еще какие-то квесты были были какие-то квесты так ладно сейчас еще чуть-чуть походим ну и пойдем дальше потому как у нас 140 дней насколько я помню если принести этот чип то вот это ограничение снимется и можно дальше бродить по пустоши по пустоши по пустоши и на скорее всего надо наверное падает подремать потому как ночью не все игровые персонажи есть или хотят общаться а бывает так что ночью только появляются ну какие-то персонажи игровые так вот скотт кэмпбелл получал много всяких писем на много всяких писем и вопросов различных вопросов по типу как где они черпали идеи как работали на игрой что не успели доделать и после всех этих вопросов множество было вопросов он получил еще такое письмо в котором попросили рассказать историю фоллаута и вот он решился написать историю то есть уже не отвечать на вопросы а написать историю и ну как бы на кто 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 не хочет слушать тот конечно же может зайти и почитать эту историю сам потому как я не знаю насколько качественно я передам то что читал я итак продолжим да и и часть он как бы описал свою историю и там частично будет вспоминаться конечно же и вас талант и вообще как он как он как он вообще участвовал в этой разработке так сейчас привет прости на себя сейчас не очень если можешь помочь найди способ сражаться с пожалуйста пары с моим братом есть не лучше говорил а поздно окей чё за обзор уже поздно готова говорить так тогда я немного подремаю до утра до утра отдыхать до утра и так в 1988 году скотту как раз исполнилось 16 лет так это шесть и четыре 16 лет и как любой паренек того времени он получил на свое день рождение какую-то частичку денег так что тебе известно раз карпионах готова он получил часть денег и отправился конечно же магазин в магазин отправился и и и и и и там купил игру вот игру он купил какую он разглядывая полки apple 2 обе им писи и омига зацепился как он говорит взглядом за черно-оранжевую коробку скриншоты на обложке красовались великолепными шестнадцатью цветами и г а то есть было когда-то в g а графика ну как бы есть а до этого было е дж а и он увидел игрушку которая была похожа на бард стейл но там в этой игрушке вместо 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 колдунов рыцарей были пушки взрывчатка и всякие на радиоактивные мутанты так вот на скотт купил эту игрушку и радостно поехал домой ну эта игрушка и было судя по всему у вас талант и как говорит скотт это был настоящий шедевр шедевр созданный интерплей и опубликованный я я это электроник артс то есть на то время это было само совершенство от как говорит скотт от бешеной собаки до мутировавших кроликов так вот что было дальше то есть это такая предыстория от скотта и и наступил 1991 год и скотт получил окончил только вуз и работал местной компании моего менеджер знал что он любит очень сильно любит компьютерные игры и в особенности бард стейл и вот этот менеджер зная это попросил одного из своих друзей подойти и поздороваться со скоттом этим другом был бургер ну то такая кличка у него типа было его звали бил гейн и ман ведущий программист это был ведущий программист программист birds тейл 3 также dragon wars и один из основателей компании интерплей который занимался тем что портировал в асталант этот человек был кумиром скотта так кто у вас главный окей пока так вот он был кумиром скотта и они болтали о разных играх которые скотт делал свободное время а также они разговаривали о том как быть профессиональным разработчиком и как бы этот человек сказал скотту мол загляни как-нибудь в интерплей вот ну собственно говоря скотт заглянул в интерплей и оказалось что его старый школьный приятель джереми барнс работал с этим крисом и крис тогда ушел из замечательной индустрии разработки программ и из осел в интерплей мы все они трое были настоящими как говорит скотт гиками ну гик это человек чрезвычайно увлеченный чем-то так это я хотел прикрепить веревку ну да ладно не получилось и эти трое как я сказал они были настоящими как говорил скотт гиками и они очень любили игры играть в них проходить их и как-то крис пригласил скотта с джереми поиграть в вархаммер и в то время в тот же день они ну не в тот же день как бы следующий выходной они на прихватили с собой полную коробку фигурок и прибыли на место и вот тогда скотт впервые увидел как выглядела творческая студия творческая студия там были плакаты на стенах игровой автомат разбросанные повсюду дискеты вот то есть это это как бы вдохновляло скотта и как бы больше больше давала там уверенности что он хочет заниматься этим всем что это его призвание вскоре но после этой игры то есть они поиграли все в вархаммер джереми устроился в интерплей на место тестировщика вместо тыр на место ты не вместо а на место тестировщика ну а скотт как он сказал остался на обочине то есть его товарищ о я вылечил вы получаете вниз вы получили 400 за то что излечили отлично он так сейчас я поговорю так вот он было такое ощущение что он его выбросили на обочину дальше скотт продолжал работать там где он работал и при очередном разговоре со своим товарищем джереми скотт загрузил мозг джереми так о своей работе и о том что там не так что его товарищ просто сказал мол приходят при приятель приходи к нам в интерплей скотт на то время увлекался дизайнами программирования и он провел следующей неделе после этого разговора изучая пиксельное рисование ну он как он говорит он об этом думал что как бы художникам больше платят конечно же и собеседование скотт проходил у арт директора тода к мастер скотту было известно это имя скотт к мастер именно ему принадлежала большая часть графики бэртс тэйл бэтл чес и васяланд васяланд и на тот момент это была довольно таки качественная графика и как бы скотт пришел тот его усадил на место и говорит мол нарисуй что нибудь за 45 минут и ушел в течение часа как говорит скотт щелкал мышкой как телеграф а д пэнд это я так понимаю программка в которой он рисовал упорно пыталась поспеть за яростными его кликами и его картинка была готова где-то наполовину когда вернулся тот когда тот вернулся тот вернулся глянул на рисунок забрал мышку и сказал нужно вот так вот и начал сам там что-то подправлять и в результате через как говорит скотт пару секунд там получилась потрясающая картинка после чего тот сказал учись дальше ну соответственно скотт расстроился и вышел из кабинета повесив голову но его друг увидев его и уже как бы вопросов задавать особо не нужно было все было написано на его лице взял его и отвел 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 в свое отделение тестировщиков там он там он там он подвел его к своему начальнику и говорит вот хороший парень скотт хочет получить работу вот так вот наш герой скотт и получил работу дальше он работал в интерплей скотт начинал там тестирование устроился в отдел тестировщика как я сказал и тестировал игры в тот момент интерплей только обзавелась своей одноименной издательской компанией и бета тестеров было не много а игр которые нужно было тестировать было очень много поэтому каждый из тестировщиков работал сразу с большим множеством игр иногда это бывало конечно наоборот что несколько бета тестировщиков работали над одним проектом так так вот вот так о чем я там говорил я немного отвлекся просто итак говорил я по моему о том что были различные 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 там мы были тестировщики были либо один тестировщик и много игр либо бывало наоборот и скотта наняли вместо такого человека как фергус эркарт позже этот человек стал генеральным директором обсидиан такой компании и скоту досталась его игра castles 2 сайт and conquest сам фергус о сколько диалогов сам фергус наловчился в эту игру играть так что что приходилось кое-что перепрограммировать например в одной из историй ему удалось перебить не понял что я получил ух ты круто давайте сохранюсь так наловчился играть так что ему удалось перебить на территории принадлежавшей папе римскому всех разработчики полагали что это в принципе невозможно им пришлось вводить правила дополнительного правила по которому земля папы не могла быть никем захвачена это означало то что скотту нужно было превзойти превзойти эти все предыдущие достижения так зайдем-ка в убежище 15 заходим что у нас тут ну спустя как говорит скотт тысячи часов скотт стал непревзойденным мастером в этой игре так по-моему это вход в убежище да вот вход вот дверь валяется вон крысы 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 наверное их кулаками забью посмотрим сколько ооо мне до следующего уровня немного осталось тогда сейчас на крысах набьем итак в начале карьеры друг скотта познакомил его со всей командой и представил такому человеку которого звали Тим Кейн скотт заметил что Тим работает над новой серией игр Bird's Tale что немного на новой серии но что удивило скотта скотта удивили цвета интерфейса которые он увидел при всем великолепии выжа графики так конец хода интерфейс менюшек состоял из невообразимой смеси ярко-розовых коричневых и светло-зеленых цветов он поинтересовался у этого человека насчет этой тошнотворной как говорит скотт палитры на что Тим совершенно не понимал ничего как бы особо не ответил не понимал о чем говорит скотт и он говорил что интерфейс ему кажется вполне пристойным и это как говорит скотт был первый урок для него на тему почему программисты не должны заниматься дизайном игры интерфейс пролетело несколько месяцев с того момента как скотта наняли в компанию интерплей дела у компании шли получше и компания купила новое здание в нескольких милях от старого поскольку компания была еще довольно молодой к примеру скотт был сотрудником номер 72 так вот поскольку компания была молодой то денег на переезд им не хватило и пришлось переезжать своими силами и так родилась родилась компания грузоперевозок которая называлась интерплей свали за ночь была на тот момент то есть днем они работали а по ночам перетаскивали сколько могли и было очень много занятных историй о программистах забитых почти до смерти в схватке с металлическими столами на лестницах о том как народ занимал себе побольше места завалив все подвернувшимся под руку хламом и о том как офисных жадин заставили забирать свои коробки с хламом домой чтобы они не потерялись при переезде весь переезд занял около недели и после чего конечно же они обосновались в новом офисе так сейчас тут у меня новый навык точнее новая способность так быстрый доступ типа больше носить говорун не понимаю чем вы научились вести содержательный диалог не понимаю о чем идет речь каждый уровень этой способности будет повышать ваш интеллект на один до десяти но только в диалогах вы ворачиваете свое боевое мастерство в сторону наносения больше урона прилежный ученик каждый уровень этой способности правда делает вас прилежным учеником добавляя вам бонус пять процентов каждый раз при получении опыта чем раньше взять ну давайте я наверное эту способность и возьму ну тут не так уж и много будет способности так так теперь нам надо науку я наверное прокачаю все таки хотя бы до сорока двух вот так вот дальше холодное оружие дубинки кувалды давайте я холодное оружие прокачаю ну вроде все так новый уровень взяли надо сохранить есть ну и пошли в убежище что ли и так продолжаем историю пока скот кстати вот есть ящички такие которые можно попробовать пооткрывать и поискать там всякие ништячки что это кстати у нас такое а сигнальная шашка всякие ништячки поискать так это убежище оно открытое ну сейчас после истории надо посмотреть что это за убежище его историю я в прошлый раз вроде говорил его историю это убежище там должно было открыться через сколько там ох ты блин какая-то какая-то тварь ползет мелкий кота крыс надо кувалд а кувалда есть значит надо свалить отсюда вот гнида 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 так кувалдой на по башне 12 жизней ого два раза бьет ну ладно держи вот тварь он выглядит при смерти это хорошо главное чтобы он меня не сбил с ног на тебе так и сколько я получаю опыта за него я получаю 94 опыта а ну там 90 типа пять процентов да получил бы 90 а так 94 и так когда скот работал у него тестировщиком у него была уникальная возможность тестировать лучшие игры начала 90 то есть там довольно таки много игр было которые он тестировал которые он тестировал которые он тестировал и одной из таких многих игр по воспоминаниям скотта была игра маленькая игрушка rex of righteous которая была с юморком и она полностью была набита там всякими остротами всякими блестящими остротами шутками и и все такое но проблема в том была что скотт для тестирования каждый раз вынужден был выполнять некоторые действия для того чтобы пробраться через весь этот громоздкий интерфейс и тогда он придумал новый способ отражения статистики который не требовал бы постоянного вызова дополнительного меню он показал свою идею главному программисту и ему очень понравилось понравилось так что этот главный программист это был тим кейн работал во внеурочное время чтобы добавить эти изменения до запуска игры так сейчас компьютер есть вот еще ящик вижу после этого случая тим и скотт начали как говорил скотт объясняться друг другу в любви к ролевым играм и и и и и тим создал крутой генератор вселенных основанный на длинных сериях таблиц из GURPC то есть это уже вспоминал это универсальная система ролевых игр разработанная компанией стив джексон games в 1986 году с целью создать правила игры применимые в любом игровом мире GURPC получила премию Origins как лучшая система правил ролевой игры в 1988 году а в 2000 году она вошла в зал славы Origins так вот тим создал крутой генератор основанный на этих правилах а скотт представил программку для генерации подземелий над которой как раз работал и оба они жаждали создать свою собственную RPG и они все надеялись что когда-то ух ты я тут за разговорами смотрю что я скоро помру и они жаждали когда-нибудь да создать свою игру после долгих месяцев тестирования Билл Дуган сделал Скотта помощником продюсера ассистент продюсер что часто сокращали как эс-прод и это так переводилось как пинок под зад ну в определенных кругах Билл Дуган был одним из картографов Васталанта то есть если посмотреть на обложку игры можно увидеть высокого худочного парня с бейсбольной битой или с дробовиком то это вот он и есть и Скотта представили сразу к нескольким проектам так шахта лифта а мне надо веревку окей у меня есть веревка сейчас я вот веревку примотали и спускаемся и сразу сразу не отходя от кассы какая-то тварь опять пришла она еще и уворачивается вот гнида ну держи на тебе но он не думал бил думал с одного удара завалю но не тут то было надо два удара конец боя давайте-ка отойдем сюда итак о чем это я о том что Скотта сразу представили к нескольким проектам блин я за своими разговорами вижу что у меня уже жизни мало сейчас я добью его на тебе на тебе вот так вот надо срочно срочно полечиться 41 42 так сколько нам до следующего уровня до следующего уровня еще не мало значит надо сохранится сохранить итак Скотта представили сразу к нескольким проектам которыми больше никто не хотел заниматься ну никто не хотел заниматься и этим занимался Скотт а что делать всегда бывает такая работа ну и как говорит Скотт были приятные моменты одним из таких приятных моментов была игра Lord of Rings для которого они оцифровали отрывки из анимационного фильма Ральфа Бакши и разбросали они оцифровали и разбросали это все по по оригинальной игре особенно Скотту запомнилось что игра была на CD приводы тогда были достаточно редким явлением и только что купленные приводы называли еще резаками представляли собой как говорил Скотт необузданных зверей размером с чемодан они часто портили участки записи если не могли получить информацию быстрее чем записывали а скорость у них была х1 на то время то есть если кто помнит еще эти всякие CD-ромы то они там со всякими скоростями были X1 X4 X8 X16 и так далее и как вспоминает Скотт сначала поставили такой привод в холле но вскоре обнаружили что если кто-то проходил мимо во время работы вибрация отпола его шагов сбивала пишущую головку и убивала около 70 минут записи а диски тогда стоили по 20 долларов что в принципе на то время было немало и скотт вспоминает свою одну из самых страшных ошибок ему надо было сделать копию золотого ну издания копию золотого диска лорд оф рингс скотт очень много времени потратил на то на запись диска потом очень много времени потратил на проверку записался ли диск с ошибками или нет наконец после того как он все проверил он уже думал что все все отлично и он вывел надпись золотой диск но эту надпись он вывел на стороне для записи я думаю каждый может себе представить состояние когда ты вроде вот 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 закончил и тут вот так вот на бокополить ну как говорит скотт это была и одна из самых страшных ошибок еще одним интересным проектом который прошел через кота руки был сборник сборник игр в честь 10-летнего юбилея интерплей он должен был включать 10 классических игр интерплей по одной за год с 1983 по 1993 года так казалось бы что это будет это можно будет сделать легко и просто но до тех пор пока скотт не пошел и не начал не попробовал достать эти игры скотт пошел в офис одного из основателей компании и попросил архив с кодами игр например как бы этот человек ему указал на шкаф на 3 шкафа в углу и сказал мол где-то там когда скотт подошел начал ловиться в шкафу этом то в одном он нашел финансовые документы во втором были какие-то кабели и древние платы а третий был заполнен в прямом смысле россыпью 5 и 3 дюймовых дискет то есть они в буквальном смысле были свалены друг на друга без какого-либо упорядочивания скотт перебрал все эти дискеты и понял что там было куча очень много различного кода но самих игр не было ситуацию еще ухудшало то что старые игры не запускались на современных компьютерах на тот момент современных компьютерах произошло слишком много изменений в операционных системах то есть это от DOS 2.0 до DOS 4 и аппаратуре там VGA графика звуковая карта вместо PC спикеров то есть на тот момент вместо звуковых карт были PC спикеры а потом уже появились звуковые карты и нужно было много переписывать для того чтобы заставить вот эти игры работать у скота как он говорит ничего бы не вышло если бы не Burger Bill у него имелся личный архив игр Interplay со всем необходимым кодом но там не оказалось трех игр Вастерланд Mind Shadow и Test Times Intentown что-то такое короче вот этих трех игр там не оказалось но как говорит Скотт Билл был настоящим мастером своего дела и он сумел восстановить C++ код по исполнительным файлам то есть так как там же были исполнительные файлы соответственно это надо было дезассимблировать и восстанавливать на C++ это все то есть был очень серьезный мастер но совсем все получилось со всеми играми кроме Вастерланд то есть они уже собрали все игры кроме одной и так они с Биллом бродили по компании спрашивая всех кто работал работал над Вастерланд спрашивали о коде наконец в конце концов такой человек как Майк Корлес создатель версии для C64 нашел у себя кучу дискеток которые были распиханы по всем углам чтобы внести нужные изменения им надо было заново компилировать код и в результате долгих поисков они нашли код древнего компилятора борланд C++ с помощью которого сделали новый исполнительный файл и как вспоминает скот что он я до сих пор вздрагиваю когда думаю что исходный код Вастерланд чуть не потерялся навеки но на самом то деле все могло бы сложиться печальнее я думаю и представьте себе таких шедевров код был бы потерян в то время скот после работы участвовал и был ведущим во многих был ведущим в огромном количестве настольных ролевых игр и были случаи когда каждую ночь ух ты броню нашел каждую ночь на протяжении недели они играли в разные компании переходили от Dangerous and Dragon к Star Wars потом от Shadowrun затем к GURPC и как оказалось как говорит скотт люди которые днями делают игры ночами все ночи проводят играя в эти самые игры так о чем же говорит скотт дальше скотт рассказывает о первом так сказать ударе по любви к интерплей как то была встреча сотрудников он со своим товарищем Бургер Биллом стояли в дверях и глазели на толпу собравшихся людей интерплей компания интерплей росла в геометрической прогрессии и компания стала настолько большой что последующее собрание приходилось проводить во внутреннем дворике ого тут еще одна шахта сейчас у меня еще одна веревка есть спустимся туда так вот компания была настолько большой что нужно было проводить эти собрания во внутреннем дворике ого блин ребята я сейчас не знаю так не честно вас слишком много блин а кого валить 63 76 давайте вот эту тварь завалим потом попробуем встать сюда куда-то ах ты гнида 63 давайте еще вот этот блин промазал это это плохо да елки фалки о о о о о только бы не потерять сознание сейчас я попробую свалить отсюда а свалить не получается и аптечек у меня только блин а если пистолет 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 урон 5 дни пистолет у меня не прокачан только кувалда елки-палки вот это я лоханулся рассказывая ну в чем лоханулся в том что и выйти я не могу в том что я не сохранился и это гнида еще и уворачивается на тебе падла так так идти не могу но надеюсь делки-палки сбил с ног вот тварь блин увернулся я тупанул что я в угол зашел на тебе блин я походу сохранюсь и сейчас буду один из способов делать сохраняться и пытаться его убить если вдруг не получится на тебе да елки-палкин при смерти ну что то он ни хрена не при смерти блин елки не надо загружаться хотя ладно попробуем вдруг он промажет на тебе тварь вот гнида хорошо да только я чуть не сдох наверное надо поспать до выздоровления где тут вы не можете отдыхать ах ты блин как мне вылечиться это что такое это аптечка первой помощи и чё только восемь четыре жизни восстановил блин куда ты ползёшь ну давайте я буду одиннадцать ну хоть как то надо восстановить жизнь потому что это ж не дело заговорился забыл сохранить вы слишком устали падла ладно давайте я сохраню все таки попробуем да может быть там уже может сейчас найдем эти стимуляторы сколько там до уровня до следующего уровня блин еще почти две тысячи еще почти две тысячи урона а стимуляторов нет так ладно чё я там говорил о первом ударе как вспоминает Скотт в чём же был этот первый удар ну их собрали во внутреннем дворике вот гнида держи тварь будешь знать ну конец 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 хода вот так так вот какие-то ящики стоят блин ну тут довольно таки много так ладно так вот компания была большой как я сказал и нужно и нужно было уже проводить собрание во внутреннем дворике за пару месяцев до этого они с Биллом закончили работу над антологией к десятилетнему юбилею то есть что было оговорено перед этим они собирали все эти игры и все такое то есть очень немало труда потратили и Брайан Фарго то есть это один там из руководства обратился к сотрудникам и начал говорить о том что как классно идут дела и все такое как все хорошо особенно он напирал на то что антология стала настоящим хитом и что это все этот хит принес порядка 60 процентов дохода в первом квартале точнее не в первом а в том квартале что довольно таки немало Скотт с Биллом светились от гордости и Брайан продолжил со словами что этот проект не вышел бы без преданности и упорства двух конкретных людей Скотт с Бургером застыли в предвкушении но Брайан начал благодарить двух сотрудниц маркетингового отдела которые занимались продажами Скотт и Билл стояли с разинутыми ртами как вспоминает Скотт я не хочу сказать что маркетинг ничего не значит но после переборки кода создания новых исполнительных файлов и программ установки тщательной цифровки руководств пользователя для всех десяти игр причем достаточно жестких временных рамках было ощущение что нас выкинули на обочину это был первый удар ну так называет Скотт так тут у нас никого нету порой иская по ящикам автомат взял мне бы стимулятора какие-то гранаты мне это не надо товарищи мне сейчас надо бы что-нибудь ну как я смотрю в этом убежище ситуация ситуация немного печальная никого нету в каком другом месте ты че несешь на тебе тварь а походу вот завален камнями этот вход и он говорит что чипа здесь не найти здесь чипа не найти но можно всякие ништячки найти но дело в том что у меня жизни жизни это что это валяется монтировка так где тут – крысо было или кто вот она тварь включаю … Как бой включить а вот так че не хочешь драться, гнида? вставай быть мужиком о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ители-то-о-о-о-о-о-о-о-у-о-о-о-о-о-о-о… не очень не очень хорошо потому что жизни это у меня мало а вон корыса ползет надо подождать пока она заползет другое место также также продолжим историю да также скотт почувствовал перемену в управлении этой компании и этого перемену он почувствовал то есть он начал замечать вот эти тревожные нотки в длительном успехе интерплей произошел переход от желания делать игры к стремлению создавать как говорит скотт голливудские картины старая установка достань с неба звезду на все про все вам 5 центов сменилась на как бы нам приблизить игровой процесс к просмотру фильма то есть это такие уже первые тревожные нотки были которые уже на мнение скотта по мнению скотта компания уже двигалась не в том направлении в котором и следовало бы так я тут подремаю до выздоровления надеюсь он недолго будет скотт вспоминает одну из продюсерских встреч на которой они впервые видели отрывки видео для sim city сиди идея заключалась следующем вы могли нажимать на здание и смотреть ролики с людьми которые занимаются своими делами видео вставки по 30 секунд в которых обыватели смотрели телевизор спали в кровати и занимались аэробикой завтракали там были десятки таких роликов самых скучных и неинтересных роликов какие только можно себе представить сразу после просмотра они узнали что съемки стоили миллион долларов и нужно было снимать дальше учитывая что большинство игр имели бюджет до 100 тысяч скотт как и многие присутствующие продюсеры чуть не словили инфаркт катастрофические затраты всего на одну игру подкосившие всю компанию и едва не довели ее до банкротства в тот раз а скоту по наследству досталось sim earth сидером его любимая игра просимов которую он немедленно решил улучшить добавив туда пару своих задумок к примеру ему всегда было интересно как выглядели твари если бы они эволюционировали в разумных существ как бы выглядел разумный членистоногие какие города построили бы разумные амфибии в железный век и скоту хотелось сделать небольшие фильмы которые служили бы награды за развитие планеты winter play тогда пришел новый художник который хорошо работал в 3d studio так так давайте сохранюсь пришел новый художник который хорошо работал в 3d studio пока художник тратил свое свободное время на создание этих роликов программист упорно занимался переводом старой sim earth современную живописную vga палитру когда они вставили эти ролики в эту игру она говорит скотт засверкала но скота огорчили сказали что скотт вышел за рамки бюджета но как бы скотт не понимала ведь он потратил меньше 100 тысяч хотя его предшественник потратил более 200 тысяч на живую съемку и эти видео как говорит скотт для игры были как пятое колесо затем после демонстрации великолепных роликов стивену спилбергу да да тому самому стивену спилбергу этого художника перетащили работать над кое чем получше то есть на тот момент спилберг собирал студию dreamworks и вскоре нанял этого художника для работы над шреком потом у скота забрали и второго художника итоги после месяцев безумно трудоемких попыток уложиться в срок проект отменили поскольку sim city настолько выбилась из сметы то есть по деньгам то команду скота решили порезать после того количество времени и сил который не потратили на подготовку игры запуску это был второй случай когда код чувство скотт а чувствовал себя на выброшенным на обочину так конец хода и так что было дальше дальше было еще одна встреча коллектива и на этой встрече скотт со своими товарищами узнали что universal pictures приобрела часть интерплей их пригласили в universal и пообещали передать несколько классных лицензий на вскоре выходящие фильмы и предложить предположение скотта о том что на игры переходят к фильмам только укрепилась первая лицензия была флиппер это ремейка шоу из семидесятых дальше следующая лицензия была каспер дружелюбное привидение первый вариант игровой концепции был отвергнут потому что на каспер должен летать сквозь стены но как бы программисты понимали что создать игру в которой нельзя ограничить передвижение игрока практически невозможно третья лицензия была как говорит скотт она оставила все предыдущие лицензии позади это был водный мир после на командировки дизайнеров на гавайи где они увидели один из многомиллионных атоллов который позже затонул они получили первый вариант сценария на основе которого надо было делать игру и говорит скотт этот сценарий был не так уж и плох тем не менее большей части задумок пришлось отказаться поскольку сюжет фильма водный мир менялся чуть ли не каждый день игра конечно же появилась на прилавках но нас она она стала стратегии в реальном времени и основанной основанной на вселенной картины но к самому фильму отношения уже не имевший вершиной всего этого безумия как говорит скотт стала увольнение бургер билла скоту тогда сказали что на это были причины но скотт увидел в этом увольнении лишь желание убрать последнего игрока старой школы которому не нравилось это так книжечку нашел которому не нравилась политика компании однако параллельно со всеми этими событиями по ночам продолжали жить ролевые игры все больше помешанных на кубиках с цифрами людей присоединялись компании и вскоре стала вырисовываться новая новая игра под названием magic the gathering однажды ночью тим показал скотту генератор персонажей jrpc над которым он работал у программы был собственный графический интерфейс она собирала информацию из текстовых файлов позволяя любому желающему с легкостью добавлять что-то новое так тут у нас ничего нету нет конец а крыса еще так из множества файлов с помощью которых можно было добавлять что-то новое ах скотт похвастался своим генератором машин под этот jrpc и с классным интерфейсом и автоматическими расчетами с того момента они оба постоянно себе твердили что нужно обязательно обязательно сделать игру по jrpc так ну я думаю следующую историю продолжим в следующем видео то есть не следующую историю а эту же историю ну я продолжу рассказывать следующем видео не знаю как получилось как получилось но довольно таки сложновато играть и вот это все рассказывать когда рассказывать какие-то свои мысли конечно гораздо проще но 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 по поводу там своих мыслей я думаю через два-три видео я что-то там выскажу свои мнения по поводу но по поводу чего-то как я уже говорил возможно обучение а как подходить возможно в целом мысли по поводу игр и все такое и так что что у нас здесь получилось мы получили пришли сюда водяного чипа здесь нету осталось 131 день в найти водяной щит здесь у нас завалено скорее всего надо 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 еще походить и поискать возможно есть какой-то другой вход просто я не помню вообще на самом деле где этот водяной чип но тут надо добить вот этих крыс добить крыс и вот здесь есть ящичек возможно что то еще найдем я найду вот но это уже наверно следующий раз поэтому я так давай посмотрю сколько нам он нам тысячу опыта дося может быть добьем всех этих тварей и получим тысячу опыта и следующий уровень ну а на сегодня наверное все на всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем ставим лайки и все такое всем пока